Я хотела засвидетельствовать вам об усилении. У меня есть младшая дочь, которую вы знаете, все на синдромом Дамна, Анечка. И знаете, долгое время у нас, в общем, у Дамна, вообще у детей, как бы с этими особенностями, у них физиологически доложено так, что у них очень узкие на собой ходы и эстархи будут вы, и в общем, поэтому очень часто бывают у них слезоточения, насморки, ну и в общем, вот такие вот у них особенности. И знаете, она у меня вот родилась, мне это объяснили, я прочитала в литературе, и я согласилась с этим. Я подумала, ну да, вот у меня такой ребенок, вот он с такими особенностями, я как бы это приняла и даже, ну, как бы не сомневалась, ну вот родился вот такой вот ребенок. И знаете, прошло некоторое время, и вот ей было уже 4,5 года, у нас эти сопли непрерывно, они все текут и текут, у нее у нас не проходят, они чуть-чуть затухают, потом опять появляются, при этом слезы все время у нее и на ветру, и в общем, и всяческие, все течет и течет, и я в общем с этим живу и думаю, ну ладно, ну значит, это так и должно быть. И знаете, в один прекрасный момент, знаете, Бог, он говорит через разные люди, он даже через их слов говорит, вот, я как-то возле подъезда стою, у нас в подъезде живет тоже семья, у них тоже ребенок с синдромом дамы, только девочка у них постарше, они не верующие совершенно моим свидетельствам, но пока вот они на пути. И мы останавливаемся возле подъезда, и эта мама, она видит мою девочку и говорит, о, это у вас сопли опять текут. Я говорю, слушай, ну у нас же вот особенности вот такие, и она так смотрит на меня и вот говорит, слушай, а что-то ты провозглашаешь, что у наших детей особенности такие, наши дети нормальные. И я вдруг, знаете, услышала, что это не она говорит, это говорит мне сам Бог через нее. Я настолько это четко почувствовала, и пока я поднималась в лифте, я вдруг, у меня, знаете, переворот сознания произошел, я подумала, а действительно, по какой такой причине я соглашаюсь, по какой такой причине я принимаю это, что мой ребенок может быть с дефектами, по какой такой причине я вообще принимаю все вот эти дефекты, которые нагладывают этот синдром, почему я вообще этот синдром принимаю? Ведь Иисус умер на кресте, ведь его били, и каждая рана на его спине, она была за исцеление нас, за исцеление моих детей, по какой такой причине я соглашаюсь на дефекты, и так спокойно с этим смеляюсь, с этим живу. И знаете, я противостала этому, я просто встала и сказала, этого не будет, я просто не соглашаюсь. У моего ребенка совершенно нормальные трубы, совершенно нормальные все носовые и глазные пути, она не будет вообще болеть у меня, у нее замечательный иммунитет. И знаете, я несколько дней ходила и отрекалась от своих слов, которые я провозглашала на протяжении 4-2 лет. И я ходила, просто отрекалась и запрещала, и я понимала, что мне нужно просто разрушить силу этих слов. И знаете, что произошло? У нее все полностью прошло. И вот я могу засвидетельствовать, с того момента уже полгода прошло. И у моего ребенка больше нет насморка, у нее больше не тихот глаза. Она ходит совершенно с тухим глазами и носом. И знаете, у меня, понимаете, я стала анализировать всю эту ситуацию. Я вспомнила, когда она родилась, это же не единственный случай был в моей жизни. Когда врачи ее обследовали, она родилась на грани жизни и смерти. Мне сказали, что она будет лежать, что она будет огурцом, что она не будет сама есть, ходить и так далее, потому что у нее помимо синдрома давана было очень много побочных эффектов. И когда нас практически перед выпиской уже проверяли, нам проверяли слух. Ей проверили какими-то суперчувствительными аппаратами, потому что мы лежали в куртой больнице, там у них полно аппаратуры. И мне сказали, простите, но ваш ребенок глухой. То есть у нее ноль. У нее нет ни одного даже малейшего колебания. Вот она абсолютно глухая. И знаете, у меня такая тогда поднялась ревность, я просто вот встала и я громко сказала, это не правда, нет, этого не может быть. Я просто не принимаю эти слова. Я не верю этому, я даже не соглашаюсь с вами. Эта медсестра тогда немножко испугалась, убежала, потому что мамочки там, которые лежат, они все немножко больные. Ну потому что у них дети принимаются, знаете, и как бы там умирают некоторые дети. Дети сложные, вот и она меня как бы оставила с этим ребенком, но я стояла над своим ребенком и я говорила тогда, это неправда, это не может быть. Мы с детьми на протяжении всей беременности молились, что она будет играть на пианино, что она будет петь, как она глухая сможет петь, как она глухая сможет играть на пианино. Неужели Бог не слышал наших молитв на протяжении 9 месяцев? Я просто не соглашалась с этим. И знаете, что произошло? В этот день, когда вечером я кормила ее, прямо там, в этой больнице в реанимации, упало что-то тяжелое, вот прямо недалеко от нас, там, ну, у соседней мамочки, на пол, в крохотах. И мой ребенок дрогнул резко. И первый раз она вот на звук среагировала, она повернулась. И я поняла, что мой ребенок слышит. То есть, понимаете, когда мы не соглашаемся с нашими болезнями, когда мы противострим, когда мы говорим, нет, этого не может быть, нет, потому что Иисус умер за нас, потому что каждая рана на его спине была за то, чтобы мы были исцелены. Потому что Иисус понес на себе наши болезни, он забрал на кресте все наши болезни. Мы не принимаем эти болезни, мы не соглашаемся с этими болезнями. Приходят Божьи силы, и приходит Божья благодать. Аминь. 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 А я в продолжении. Он должен был в прошлом, в прошлом, в прошлом, в продолжении Женинеку, в проповеди. Он в прошлый раз говорил о зернах, о финиковой пальме, да? Да. Что там через 2000 лет откопали, посадили, и она выросла. Мы жили три года назад, мы жили в другой стране и целый год. И мы с людьми с разными общались. У нас была соседка, ее звали Джоя. Она китаянка и немного знал английский. Я тоже немного знал английский. Тоже немного знал английский. А вот с пальцами у меня как и получалось это. И всякий раз, то есть когда я выходил с Евой гулять, Так или иначе мы пересекались с ней, я с ней общался, мы с ней говорили об обходе, я спрашивал про культуру китайскую, но так или иначе у нас все звать начиналась с погоды, все заканчивалось с Иисусом Христом, то есть я пытался объяснить, кто такой Христос, но в общем, так или иначе я рассказывал о Иисусе. В итоге что, в итоге мы оттуда уехали, но у нас там осталось, как мы там познакомились, у нас там друзья остались, которые альфы занимаются, и буквально 2-3 недели назад, в e-chat, у нас есть e-chat, это китайская тема, как в WhatsApp, только там в Китае популярная, нам скидывают ссылку, эту женщину, вот эта, за руджой, скидывают, как она пришла на альфу, наши друзья ведут альфу, и она посещает альфу уже несколько раз, да, ну там 5 или 6 раз уже, то есть она на постоянной основе ходит, присутствует, на альфе не ходит, и как эти семена, да, финиковые, ты не знаешь, ты, в общем, они падают в землю, ты человеку говоришь об Иисусе, да, метро, на пальцах там, да, что-то объясняешь, и ты не знаешь, как до этого зайдет, либо через год, либо через 2000 лет, ну человек 2000 лет не живет, ну так или иначе, может быть через 50 лет, и это зерно взойдет, и я свидетельствую о том, что, конечно, стучать буквально не надо, просто в свободе, о погоде, о культуре, о везде, и это все равно, у человека это остается, оно то зерно, оно лежит до определенного момента, когда вот настанет момент, и оно взойдет, я просто на небесах от счастья был, когда услышал, увидел, когда Шой сидит там в собрании, ну, альфа, альфа-курсы, я просто, я просто благословляю всех, не бойтесь, говорите, в легкости, в свободе, о Иисусе, и это зерно, которое вы сейте, оно взойдет нам очень поздно, просто. Аплодисменты. С теми, которые, ну, вот, как-то понимают и как-то могут заниматься. Те, которые, детки, вообще лежачи в колясках, мы были с ними, вот я, мой муж, дети мои были там. И вы знаете, я бы хотела сказать, что это так необходимо им. Мы просто вышли на улицу с коляской, погуляли, погладили за ручку, просто, и я просто шла и молилась за этого ребенка. Она не говорит, она только говорит «мама». Она всю дорогу меня «мама, мама, мама, все». И вы знаете, я увидела, она слышит эмоции, ты смеешься, она смеется. Ты, там, ну, какие-то звуки издаешь, она за тобой повторяет. Это настолько было здорово, да. И я поняла, что мы можем служить даже таким детям. И просто у нас было очень мало. А группа эта была где-то 20 детей таких. Вот представьте, мы взяли там 3-4 коляски и вышли, остальные дети, они остались. И вот если у вас есть желание, я просто вас, ну, приглашаю, призываю, приходите. Вы знаете, вы будете счастливы, как вы живете. Вы поймете, насколько Бог благ вам. Что у вас есть все, у вас есть еда, у вас есть родители, у вас есть живые дети. Слава Богу за это все. И поэтому я просто вот призываю вас, пожалуйста, подходите. Вот Наташа Иванова занимается этим, она собирает всех. И мы очень рады будем, если у нас будут помощники. Не нужно каких-то сверхъестественных знаний, как заниматься с такими детьми. Им просто нужно поглаживание, обнимание, просто побыть с ними рядом, погулять с ними. И все. Этого достаточно. Поэтому приходите. Я пришел не рассказывать свидетельство, а показывать. И 12 лет назад Христос вошел в мою жизнь. Вместе со мной Он вошел в мой дом, в мою семью. 12-летняя дочка моя, она пришла и познакомилась с Иисусом здесь, среди вас. И сегодня, ну, вот это плод. Это плод. Я ободряю вас, сестрички, братья. Бог благой. Бог благой. Если кто-то вам что-то говорит, вот, вот, вот. Пусть у вас будет вдвое в 30-60 стоп-кратега здесь. Браво Богу. Еще один короткий, я думаю, что можно в гости. В конце июня у нас наш сын, да, ему там ехал от друзей, как-то напался у следа. Кто-то, может быть, видел. Сломал руку, как оказалось. Там в травмпункте находилось. Его замотали по пояс, гипс и прочее. Врачи сказали, что 3-4 недели восстановление будет зарастать. Там, ну, как-то это, обездвижили это место, чтобы это самое. Вот. И первый, значит, очередной. Посмотр был через 5 дней. Его посмотрели, сделали рентген. Сказали, что абсолютно здорово. Сняли гипс. И безо всяких там, это было реально. Может, это у камеры? Попойно. Ну, что он у нас вместе, за 5 дней, Богом, он успелил и восстановил полностью руку. И ему нет никаких ограничений в жизни. В общем, достаточно удивительно все это произошло. Слава Богу. Добрый день, дорогая церковь. Вы знаете, у погоды, у природы, у нее разные, да, есть дождь, есть пасху, да. Также у нас, в нашей жизни. Бог нам не обещал уже легкой жизни, что постоянно будут разные природные стихии в нашей жизни. И для вас он показал, что, да, тяжелая жизнь. Мы ее рассказывали о своем свидетельстве. Но Бог — это луч, который проникает через все ваши проблемы. Слава Богу. Служить я приехала. Давать то, чему меня учили, то, что я умею. Но я получила гораздо больше здесь. Присутствуя здесь просто на служениях, общаясь с молодежью здесь. Каждая жизнь и каждый служитель — это такое большое свидетельство ободрения для меня. Мы иногда привыкли видеть в рамках, да.